Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Поэтому давайте, ребят, 35 лайков и тогда будет у нас третья неделя карьеры за игрока. Повышаем ставки, потому что мне тоже тяжело на самом деле один и тот же контент записывать. Было бы хотя бы там карьера за тренера, либо за зенит, все такое. А тут только карьера за игрока. Поэтому я верю в то, что у вас получится набрать 35 лайков под этим видеороликом. Обязательно напишите в комментариях что-нибудь. И все обязательно я прочитаю и пролайкаю. Также в начале этого видеоролика я бы вам хотел сказать, что самый популярный ролик на моем канале, который держался около трех месяцев, это правдивые пенальти, будет продолжение этой рубрики. Совсем недавно на днях я записал ролик с комментатором телеканала Матч ТВ. Так что я надеюсь вы поддержите этот ролик, совсем скоро он выйдет. Обязательно об этом я в роликах буду упоминать. Поэтому я верю, что у вас получится и вы меня поддержите. Итак, все, теперь уже точно карьера за игрока. Мы прокачали с вами дальние удары. Мне написали в сообщении, вот пришло, вот, дальние удары. Почитал ваши комментарии. Кто-то говорил прокачивать. Ну, вы уже увидели, что я поставил удар без подработки. Кто-то писал, что... Я даже не помню, что там писали. Ну, вот удар без подработки был. Что-то там еще было. Подгрыж пятки вроде такой. Порброс между ног, что-то такое вот было. И было также, как бы, капитанское вот. Где-то был, в общем, капитан все такое вот. Способности капитана. Давайте я сначала прокачаю именно все футбольные качества. Вот удар без подработки, например. И уже после этого я тогда вот прокачаю здесь целых 100 дней. Ну, это примерно 3 месяца. Сегодня у нас апрель-май. Это, получается, уже все. Это конец нашего какого? Ну, четвертого, получается, сезона. Вот. И также будем в следующем выпуске мы уже ждать, какие предложения нам от клуба будут приходить. Но я пока что не рассчитываю никуда уходить. Я бы еще остался на самом деле в Италии. У нас сейчас 4 очка отставания до Милана. И мы играем в четвертьфинале Лиги Чемпионов против Манчестера сейчас. Поэтому давайте сразу же начнем. Посмотрим. А, о, так это еще сборная. Поэтому, не-не-не, в сборной я не участвую. Не, пропускай я тогда матч. Проиграли Бельгии 1-0. Вот, 27-й матч мой за сборную. 6 голов, 3 голевые. Вот, дальше у нас еще одна игра против Франции. Поэтому я буду только на квалификациях всяких, там на чемпионатах мира и Европы играть. Я не вижу смысла, чтобы выходить в товарищеских матчах. Вот. Здесь вообще по нулям. 28-й матч я отыграл. Ну что же, первая у нас игра. Она выездная. Вот. Главное сейчас нам не пропустить. И да... Ой-ой-ой-ой. Ну тут меня даже взяли. Вы посмотрите, у меня на превьюшку к этому матчу взяли. Против Магуайра мы вот так стоим спиной. Тут и классно. Поэтому давайте, следующий матч. Посмотрим на состав МЮ. Дхея, Шоу, Магуайр, Байли, Фосу Минцах, Фред Брумон, Фернандеш. Почему-то на ЦПЗ его поставили. Хотя он лучше бы Ван Дебека отыграл. Решфорд, Гринвуд и Джеймс. Это весь у них состав. У них даже нету вратаря запасного, если что. У нас-то хотя бы Буфон. Но у нас состав, вы видите, почти догнали Крещану Роналду и Делихта. Они у нас пока что самые высокорейтинговые в команде. Так что Манчестер Юнайтед против Ювентуса. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Мы играли в Англии. Мы играли против Тоттенхэма в составе Локомотива в квалификации к Лиге Чемпионов. Проиграли тогда просто в этом противостоянии. Не помню, на каком стадионе, конечно. В городе Манчестере мы тоже играли против Манчестер Сити. От них мы вылетели в составе Зенита в прошлом году. Получается, в четвертьфинале как раз Лиги Чемпионов. И тогда в замечательном городе Манчестер на стадионе Этихат я отдал голливую передачу на Артема Дюбу. И мы с счетом 2-1 вылетели от Манчестер Сити. Сейчас новая уже совсем история. Мы в составе Ювентуса. И четвертьфинала Лиги Чемпионов МЮ против Ювентуса. Ювентусу вообще не сладко приходится в матчах Лиги Чемпионов. Именно в плей-офф Криштиану. И наперед. Отлично. Криштиану. Удар. И это гол. Криштиан Роналду с моей голевой забивает ворота Манчестера и на своей бывшей команде. Но здесь он празднует. В реальной жизни, когда он вроде забивал Манчестеру, он не праздновал. Но здесь вот. Обидно, конечно, но за Манчестер не больше, наверное. Но мы забили. Это главное. Выездной гол. Это как два можно считать. Какие еще интересные есть футбольные клубы в городе Манчестер, кроме Сити и Юнайтед. И это гол. Я думал, это точно не пройдет. Поэтому уже немножко так затихал, чтобы обрезать, если что. Но нет. ДХ я не смог точно здесь на выходе сыграть. Роналду еще не глядя. Бентакур. Дуглас Коста. Рабье и Рабье на меня. И замечательно. Там, не знаю, между ног ли. Либо рядом. Как-то получилось так забить. С этой камерой не знаю, будет ли видно. Замечательная передача. Вот отсюда. Ну-ка. Да, между ног ДХ пропускает. И мы забиваем в четвертьфинале Манчестеру. И уже счет 2-0. На Роналду. Замечательная передача. Криштиану. И по пустым. Я забиваю ворота Манчестера. Дубль. Олд Траффорд пропускает от меня два мяча. Что вообще за невероятная у нас серия такая. Выездных матчей в Лиге Чемпионов. Барселония забил три мяча на выезде. Здесь еще, ну, вообще не понимаю, почему бои так здесь сыграл. Я думал, он сейчас либо вынесет, либо не даст мне просто пробить. А так замечательно. И все. 3-0. Мы громим Манчестер Юнайтед на выезде. Выходит Виллиан даже. 3-0. Мы обыгрываем Манчестер Юнайтед на выезде. Дубль плюс моя голевая. На Кришану Роналду нам приносит очень уверенную победу. Скорее всего, мы точно будем в полуфинале. Но все будет зависеть от ответной игры на Альянс Стадиум в Турине. 7-5 у меня оценка. Итак, первые четвертьфинал закончены. Манчестер Сити минимально обыграл Лацию. Спартак. Ох, тут у нас вообще, смотрите, чемпионат России. Значит, российский клуб точно сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов. Спартак против ЦСКА 0-0. Реал проиграл Ливерпулю со счетом 3-0 на выезде. Дома, точнее, Реал проиграл, да, 3-0. Ну, а мы на выезде обыграли МЮ. Вот так вот. 19-й гол. Я надеюсь, что у нас за выпуск получится забить еще хотя бы один. Вот, чтобы у нас все-таки 20 голов было за сезон. Было бы вообще замечательно. И 13 пока что голевых передач за сезон. Итак, сейчас у нас игра против Бреши. Она идет на девятой строчке. Посмотрим, что мы покажем. Мы снова, причем, играем уже на выезде сейчас. Так, по формам. Совпадений нет таких прям. И Болотели, да, напомню, что играет за Брешу. Также Танали здесь еще не перешел почему-то в Милан. Вот так вот остался в команде. Ну, что же, Бреша и Ювентус. Поехали. Итак, Бреша и Ювентус. Очередной матч чемпионата Италии. Мы готовы. Игра очень важная, потому что сейчас мы идем там на третьей строчке. Я бы уже хотел хоть раз в жизни выиграть чемпионат. И все, ничья. 0-0. Вот я вообще не понимаю, как так? Можем мы Манчестерин-Этет со счетом 3-0 на выезде обыгрывать, а Бреша ни одного мяча не можно забить. Очень странно. Вот это именно все в чемпионате так работает. Демираль у нас лучший игрок матча. 7-0 у него оценка у меня 6-5. Мы на третьей строчке. У нас 6 очков отставания. Ну, я вообще не знаю. Здесь, походу, теперь лишь бы только бронзовые медали получить. Дай бог. 50 матчей за сезон мы отыграли, я увидел. Итак, у нас ответная игра в Лиге Чемпионов против Манчестера. Играем дома сейчас. По форме вопросов быть не должно. Да, все замечательно. Состав у них вообще не изменился. Только вот Ван Бисака появился. Уильямс на фланге. Вот, Линделев вместо Магуайра, я так понимаю. И Марсиаль в центре нападения вместо Гринвуда. Ну что же, Ювентус МЮ. Ответная игра четвертьфинала. Поехали. Итак, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Альянс Стадиум. Мы готовы. Сегодня мы полностью настроены на выход в полуфинал. Для меня это дебют будет сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов за Зенит. Я отыграл в четвертьфинале. Криштиану. Отлично. Так, Криштиану. И Криштиану забивает. 4-0 в общей сумме. Надо теперь забивать. Ну, Манчестеру в любом случае надо было бы забивать сейчас 4, чтобы хотя бы сравнять. Но если я не забью сейчас 4, то они пройдут дальше. Вот. Но Роналду забивает без моей голевой, я так понимаю. Раз здесь моя передача не дошла. Здесь вот такой вот рикошет был. Поэтому чистый гол Криштиану Роналду личный. И он снова забивает в ворота Манчестера Юнайтеда. И забей. Криштиану Роналду забивает. Я надеюсь, это безобсайдно было сейчас. Да. Криштиану Роналду забивает дубль. В двух матчах против Манчестера он забил 3 мяча. Я отдал снова на Криштиану Роналду голевую передачу. 5-0 в общей сумме мы сейчас выносим Манчестер. И Виллиан что творит, а? Виллиан. И это 3-0. Виллиан забивает третий мяч. В общей сумме мы 6-0 выносим сейчас Манчестер Юнайтед. И все очень даже хорошо. Все. Мы в полуфинале. Мы еще раз разгромили Манчестер Юнайтед со счетом 3-0. Роналду забил в сумме 3 мяча в ворота Манчестер Юнайтеда за эти два матча. Роналду сегодня игрок матча. 7-5 у него оценка. У меня 7-0. Всего лишь у меня одна голевая получается за этот матч. Итак, сейчас у нас игра против Спала. Они идут ниже 10-й строчки. Там, кстати, стало вроде как известно о Лиге Чемпионов. Потому что я как-то скипнул. Не стал вам показывать, как закончились остальные. Я не посмотрел. Сейчас быстренько так переключил. Сити прошли Лацуо. Спартак прошел ЦСКА. Ливерпуль прошли Мандридский Реал. В полуфинале мы играем против Манчестер Сити. А здесь противостояние Ливерпуль-Спартак. Но от Ливерпулю опять же повезло. Но они в прошлом... Посмотрите, 3-1 вынесли Реал. 3-1. 3-0 на выезде они их причем обыграли. Поэтому я не знаю. Снова Сити, кстати. Сити вроде стали в прошлом году даже победителями Лиги Чемпионов, если я не ошибаюсь. Когда мы именно им проиграли в четвертьфинале. Ну а теперь вот надо лично отомстить за Зенит, можно так сказать. Ну и верить в то, что Спартак обыграет Ливерпуль. Нам намного будет, надеюсь, легче пройти Спартак, нежели чем Ливерпуль. Но посмотрим. Причем в финале могут встретиться как два английских клуба. И если Ливерпуль обыграет Спартака, мы обыграем Сити, то у нас последние три матча в Лиге Чемпионов соперника, можно так сказать, будут именно из Чемпионата Англии. Пока что вот такие вот дела у нас. Но у нас сейчас вот игра против спала дома наконец-то. Так, форма хорошая, пойдет все. Вот такая расстановка. Надеюсь, у нас получится забить. Нам надо обязательно забивать в чемпионате. Поехали. Ювентус спал и не проснулся. Итак, матч сегодня должен быть, я надеюсь, забивным. Потому что в чемпионате мы как-то, ну, очень прям неуверенно играем. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой гол на 69-й минуте мы забиваем, а? И это мой 20-й гол вроде в сезоне. Отлично. Вы просто посмотрите, а с левой ноги. Роналду обратно и вот здесь. Пушка страшная, а? Вратарь сам свои ворота отбивает. 1-0 обыграем Спал. Я забил на 69-й минуте. И все вроде как замечательно у нас сейчас. 3 удара, 3 створа, 1 гол у тебя получился. Я игрок матча, 7-5 у меня от СНТ. Ну, надеюсь, сейчас не потеряем там много очков. Посмотрим. 65 у меня очка. Очков у Ювентуса. 4 очка лидерства над Ромой. 4 очка отставания до Милана. 1 очко до Интера. Так что вот такие вот дела. 20 голов, 14 голевых передач. 50 голов в сумме я вообще забил. Вы просто посмотрите. За 1 сезон в Ювентус я забил 20 мячей. Всего в карьере забил 50. То есть, 3 сезона. Я за 3 сезона забил 30 мячей. А здесь за 1-20. То есть, ну это просто невероятно. Понимаю, если бы перешел бы в какую-нибудь там Аталанту, Рому. Вряд ли бы я столько бы забивал. Но Ювентус сами мне предложили. Я предложение не кидал свое. Вот. Приходит нам сообщение. Сегодня мы, естественно, в старте. И вот такие вот пока что дела. Ну что ж, сейчас у нас выездная игра против Болонии. Они идут на 10-й строчке. И, ну, такими темпами, если, конечно, Милан сможет там с Интером вместе потерять очки, я надеюсь на это, то у нас есть все шансы еще и стать чемпионами. Вот. Главное нам забивать голы по формам. Сейчас посмотрим. Ну, нормально все. Я думал, заболотный в нападении у Болонии. Но не суть. Так. Ротарь у них, ну, так себе. 80 рейтинга вообще нет у них в обороне. Так что посмотрим. Поехали. Итак, Болония Ювентус. Очередной матч чемпионата. Мы готовы. Мы в полуфинале Лиги Чемпионов уже. Поэтому мы должны теперь и в чемпионате хорошо себя показать. Болония интересный соперник. Мы играем сегодня на выезде. Так, Маккенни. Ой, что творит Маккенни? На Крещану Роналду отдает. Бей. И это 1-0. 40-ая минута. Все, теперь можно уже поспокойнее здесь играть. Слава богу, забили. Ну и посмотрите вот здесь. Он с центра поля отдал голевую. Даже он... Что за передача сейчас была идеальная? Тоже может кто-то сказать, ну, это нереально. Ну, всякое бывает в футболе. Поэтому такая передача тоже могла быть. Почему бы и нет. Все, минимальная победа на выезде над Болонией. Роналду на 40-ой минуте забил с голевой от Маккенни. И все замечательно. Правда, гол мы не забили, ни голевую не отдали. Вот. 6-0 оценка у меня. Роналду 7-5 получает оценку. Ну, все так же. На третьей строчке 4 очка до Милана. 4 очка лидерства над Ромой. 1 очко до 2-ой строчки. Ничего сильно так не изменилось. Итак, сейчас у нас первый матч. И, кстати, он снова на выезде. У нас выездные матчи в Лиге Чемпионов Плэйвов вообще невероятные. Но показывают сейчас, кстати, Дебрюйна и Кричан Роналду на вот этом вот превьюшке. Поэтому поехали. Снова мы отправляемся в город Манчестер. Здесь, именно прямо на этом стадионе я играл. Так, я бы форму на самом деле бы поменял. Вот черная форма пойдет. Мне хотя бы хоть как-то, чтобы различать немного. Вот он состав Сити. Стреллинг, Жезус, Родриго, Родри, Фоден, Дебрюйне. Тоже, мне кажется, не на своей позиции. Дебрюйна 86-ой как-то низкая. Рейтинг Гулачи на воротах, а не Эдерсон. Эдерсон вообще даже в резерве. Ангелиньо, Аки, Ля Порте, Жоаканцело. Ну что же, снова мы против Сити. Посмотрим. За Зенит я только вот отдал лишь голевую Надзюбу в матче против Манчестер Сити. Это было четверть финал прошлой линии Чемпионов. Посмотрим, как в этой мы сыграем. Поехали. Итак, Манчестер Сити против Ювентуса. Шаг до финала Лиги Чемпионов. Мы к этому не сказать так, что долго бы шли. Потому что всего лишь второй год мы играем в Лиге Чемпионов. Третий год в Еврокубках. Понятно, Коста. Коста. Неплохо. А мы еще в центр. И Роналду забивает. Я снова отдаю на Крещен Роналду голевую передачу в Лиге Чемпионов. Может, сейчас действительно еще и лучшим ассистентом Лиги Чемпионов стану. И снова голевая моя на Этихат Стадиум. Шикарно. Вы посмотрите, как, во-первых, здесь Коста убежал. Я под прессингом от Аки отдаю передачу. И Роналду забивает. Роналду может стать сейчас лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов. Потому что он очень много забил. А Манчестер Юнайтеду сейчас он забивает. Поэтому все может быть. И Коста. И это два мяча. Два мяча забивает Ювентус. И моя вторая голевая за этот матч. Вообще шикарно. Я хочу серьезно сейчас. Почему бы не стать лучшим ассистентом Лиги Чемпионов? В сезоне. Я не знаю, сколько там сейчас рекорд. Я вообще не смотрел. В чемпионате Талии как-то я смотрел. Я был на первой строчке. И то сейчас, мне кажется, уже обогнали. Ну а так. Две голевые в матче против Ювентуса. Еще и в матче с МЮ я отдавал. Так что почему бы и нет? Все. Со счетом 2-0 заканчивается первый матч. Полфинала Лиги Чемпионов. Две голевые мы отдали на Этихате. Растем, растем. Сити наконец-то повержен. Но мы Сити обыгрывали с Зенитом. На выезде тогда. Правда 1-0, но не суть. Роналду 7-5 у него оценка. У меня тоже 7-5. А вот, да, две голевые мои. Итак, в первом полуфинале Ливерпуль 4-2. Дома у себя обыграл Спартак. Поздравляем их. Скорее всего они будут в финале. Но у меня 20 голов. За этот сезон 16 голевых передач. Замечательно. Итак, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. Матч у нас против Санкт-Дори. 4 очка все так же напоминаю. Санкт-Дори идет нише 10-й. У нас домашняя игра. Надеюсь, не подведем болельщиков. По форме что у нас? Так, ну я бы форму поменял. Лучше пусть они в черный в такую играют. Так, состав у Санкт-Дори мы смотрим. Так, габиадини у них еще в нападении. Капец. Вот, ну тут тоже у них нету прям таких хороших оборонительных игроков. Поэтому должны сегодня забивать. Поехали. Итак, Ювентус против Санкт-Дори. Последний матч уже реально здесь остается в чемпионате. И все вот это вот вера, то что Милан потеряет 4 очка. С каждым матчем улетучивается. Два вроде как матча остается в чемпионате у нас. И меня заменили на 82-й минуте, как и Крещану Роналду. Досматриваем остаток матча. И все. Ничья 0-0. Вряд ли мы теперь станем чемпионами. Потому что, ну, вряд ли. Сейчас даже если проиграет Милан, то у нас, ну, 3 очка будет. Ну, это там вряд ли. Делихт 7-0. У меня тоже оценка 7-0. Но Делихт лучший игрок матча. Так. Интер 3-1 обыграл Болонью. Милан 3-0 со Соло. Мы на третьей строчке. Вряд ли уже станем чемпионами. Потому что... Пом-по-ром-пом-пом-пом. Если я все правильно считаю, то сейчас у нас 36-й тур прошел. А их 38-й. Тут, ну, значит, еще две игры вроде как должно быть в чемпионате именно. Вот. Сейчас тоже это надо как-то глянуть. Да, 36-й тур. Значит, 137-й. И будет еще 38-й. Два тура еще у нас. Но у нас теперь отставание в 6 очков. Это значит, потеряны все шансы уже даже. Все. Мы не станем чемпионом Италии в этом сезоне. Но будем бороться, я надеюсь, за вторую строчку. Три очка здесь, надеюсь, получится. Но мы можем выиграть Лигу Чемпионов. Еще на это у нас шансы остаются. Ювендус против Манчестер Сити. Так, теперь давайте пусть они в своей какой-нибудь другой. У них тут все такие прям, пусть черные тогда играют. Прикольно же у них черные. Вот. Ювендус против Манчестер Сити. Ответная игра. Эдерсон теперь на воротах. Агуэра в нападении. Поехали. Итак, Альянс Стадиум. Турин. Ювендус принимает Манчестер Сити. Последняя игра раунда полуфинал. Раунда плей-офф. Вот. Последний у нас матч на домашнем нашем стадионе. И сегодня мы можем уехать в финал. Супер. Оторвались мы еще и от Ля Портет. Ну, он как бы сам там оторвался. И забивает. Это Рэмзи. Это Рэмзи же. Просто не надо. Но Рэмзи. Рэмзи забивает с моей голевой. Третья голевая против Манчестер Сити. Супер. Надо было, надо было посмотреть. Перед финалом, надеюсь, я посмотрю. А что у нас там сейчас? Да после этого матча надо смотреть. Там и в чемпионате уже две игры осталось. На какие звания мы там можем претендовать? На лучшего ассистента может еще можем. Почему вот он опять встал просто, а? Ну сейчас-то вы помогите мне. Втроем стоят рядом. Нет бы запрессендовать? Нет. Ну и нате вам. 1-1. Кто это? Родриго Стерлинг. Стерлинг. Ну молодцы. Вот. Вот в этот момент. Почему сейчас я один только это делал? Всем надо было прессендовать. Ну и из-за этого пропустили мяч. Ау. Ну это удаление. Давай сразу удаляй. Кто там? Это Жезус, да? Влетел? Серьезно? Нет. Да. Ну прям куда это? Жва Педра, кстати, на поле. На стороне он вышел. Жезуса не удалили. Кстати, опять, наверное, устно там начали говорить. И все. Мы в финале Лиги Чемпионов. Снова моя голевая, можно сказать, вывела нас вперед в этом. Ну вообще в матчах в Лиге Чемпионов. Очень много мы голевых отдаем. На Рэмзи отдали. Ничья, правда. Так что победная серия наша закончилась в Лиге Чемпионов. Ну и отомсили мы за прошлый сезон с Зенитом. Вот. Прошла голевая, да. Лучшим игроком матча является Рэмзи. У меня тоже оценка 7,5. Дальше, кстати, проходит Спартак. Вы посмотрите, что по голам на чужом поле. И у нас в финале Лиги Чемпионов будет Ювентус-Спартак. Вот так вот. Но Спартак же выиграл чемпионат России в прошлом же году. Если мне ничего не изменяет память. Вот. Так что постараемся забрать Лигу Чемпионов. Теперь мы просто обязаны, ребят, влепите за это лайк, чтобы третья неделя была карьера за игрока. И тут еще и финал Лиги Чемпионов против Спартака. Надо выигрывать сейчас. Так. Смотрим. База данных. Посмотрим, давайте, Лигу Чемпионов. Так. Рейтинг голов. Я, кстати, вы посмотрите. Мне, если забить два мяча в финале Лиги Чемпионов, то я обгоню Месси. Но если один хотя бы забью, то я сравняюсь с Месси. Дальше. Рейтинг голевых передач. Ну, я на первом месте. Из Ювентуса максимум Робьёна. Ему надо три голевые давать. И Краль три. Но это вряд ли. Так что я стал лучшим ассистентом Лиги Чемпионов. Ну и идем теперь в наш чемпионат. Так. Рейтинг голов тоже посмотрим. Я на шестой строчке. У меня 12. Максимум Педро. Он из Ферентины 17. А голевые передачи. Ну, здесь, естественно, меня сместили. Он Брозович. А 12 голевых у меня 8 всего лишь. Но все равно в Лиге Чемпионов очень хорошо себя показывают. Сейчас игра против Хелос Верона у нас. Они идут ниже десятой строчки. Мы играем на выезде. Это наша вообще как бы так последняя выездная игра. Вот. Состав Хелос Верона вы видите. Надо забивать. Вторую строчку тоже надо выигрывать в чемпионате. Поехали. Итак. Хелос Верона против Ювентуса. Мы в финале Лиги Чемпионов. Поздравляю вас с этим. Спустя 4 сезона. Нам сейчас сколько там? 20 лет. 21 год может быть. Вот. А мы уже будем играть в финале Лиги Чемпионов. Правда, не такой финал я себе представлял. Будем играть против Спартака. Так. Вот. Бей. Бернардески. 1-0. 77 минута. Моя голевая. Зашла же. Отлично. Гол засчитали. Супер. Вот здесь прям я лучший ассистент. В Ювентусе, я так понимаю, в этом сезоне. Офигенно. Без офсайдно отыграли. И все. Минимальная победа на выезде. Голевую мы отдали на Бернардески. Все замечательно. Кто лучшим стал? Бернардески. Он вышел. У меня оценка 6-5. Так. Интер выиграл Санкт-Дорио. Милан проиграл Торино. Ну им-то что сейчас терять? Мы максимум можем сравнять. А, кстати. Нет. Интер. Интер может стать чемпионом, если Милан сейчас проиграет. Вот. Так что я вообще не знаю сейчас, что делать. Нам в любом случае надо побеждать и надеяться на то, что либо Интер, либо Милан проиграют. Ну а там в очных встречах, мне кажется, мы ничего из себя сильного и не покажем. 18-я голевая передача за сезон у меня. Приходит нам сообщение. Мы сегодня, естественно, в старте. Предпоследняя игра в сезоне. Матч против Дженуа. Они идут вообще ниже. Наполе на 10-й строчке. Как так вообще? Поэтому все. Собрались. Серджи Ронеро на воротах у Дженуа. Кришета в составе, да? Где-то я его видел. Да, он капитан здесь. Вот. Пандев. Ну а вот и наш состав. Так что надо сегодня побеждать обязательно. Поехали. Итак, финальная игра чемпионата Италии. Сегодня все и решится, на какой строчке мы завершим этот сезон. Уже точно не на первой. Вот. Нас заменили. Все, концовку проведет Джоа Педро на поле. И все, заканчивается матч. Очередная ничья 0-0. Мы даже не провели последние минуты чемпионата этого сезона. Артур 7-0. Неоценка у меня 6-5. И посмотрим сейчас. Мы закончили на третьей строчке. Интер стал чемпионом. А Милан, я так понимаю, снова проиграл. То есть, Милан две последние игры, как я и говорил, может проиграть. Все. Интер становится чемпионом. Вот она наша статистика. 20 мячей, 18 голов. Но у нас еще один матч остался. Последний. Итак, закончен сезон. И вот она сборная сезона. Стракоша, Эрнандес, Шкринер, Романьоли, Калабрио. Мы с Бентакуром. Единственные игроки из Ювентуса. Кто в сборной сезоне? Бенесер, Пашалич, Миленко Вячеславич и Педро. Вот. Ну и у нас сейчас объявление на 100 национальных сборных. Мы не будем отыгрывать. Все равно эти матчи нас вызвали. Да, замечательно. Все. Переводим время. Так. Последняя игра сезона. Лига чемпионов финал. Ювентус против Спартака. Где вы еще могли видеть такую вывеску? Сейчас болельщики Спартака обязательно должны примкнуть к экранам, болеть за свою команду. Я буду болеть, естественно, за Ювентус. Потому что я играю за них. Крещану. Тут с Костой Петюньки. Все. Мы готовы. Ювентус против Спартака. Снова российский клуб встречается в первом же сезоне в Соболе. В составе мы видим в старте. Фух. Ну я не знаю на самом деле, как мы сейчас отыграем. Не знаю. А Буфона на ворота поставили. Вот это может нам сейчас аукнуться. Ювентус Спартак. Финал Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Финал. Мы на стадионе Декуип. Не знаю, что за стадион вообще. Только маленький, какой-то интересненький. Вот. Лига Чемпионов. Очень похоже на самом деле. А, ну это стадион Фейнорда мы видим. Значит, мы в Голландии сейчас. В Голландии мы обыгрывали Аякс. Мы прошли с Зенитом Аякс. Вот. Ну и вот. Снова играем против Спартака. В прошлом сезоне мы два матча слили Спартаку. Два ноль и три ноль мы вроде им проигрывали с Зенитом. Но посмотрим, как мы сейчас отыграем. Все-таки я уже с хорошим рейтингом. И. И голевая моя в финале Лиги Чемпионов над Дугласа Косту. Все. Я стану лучшим ассистентом. Но мне надо было, правда, забивать. Забить бы хотя бы еще. Чтобы Месси сравняться с ним по голам в Лиге Чемпионов в этом сезоне. И я бы, скорее всего, был бы на первой строчке. Вот. Но хотелось бы и самому сейчас забить. Но да ладно уже. Зачем это так надо было? Кричану. И. И я забил в финале Лиги Чемпионов на последних минутах. Шикарный гол. Просто сейчас спасибо большое Кричану Роналду. Мы забили в финале Лиги Чемпионов еще и Спартаку. Сейчас я сравнялся по голам с Леонелем Месси. Вот этот вот гол. Я сам за него, можно сказать, поборолся. И рикошетом. Ну, тут у Максименко сам еще помог немного. Все. Голевая. Плюс гол. В финале Лиги Чемпионов. Вы посмотрите, что творит Кричану Роналду. Шикарно. И все. На последних минутах вообще забил. Там 4 добавил. Я, наверное, 96-й забил. Все. Победа в финале Лиги Чемпионов. Я лучший игрок матча. Гол плюс пас. Вообще шикарный. Шикарные эмоции. И вот сейчас он будет. Атол качают Кричану Роналду почему-то. Но Буфон тоже молодец. Состоял в финале Лиги Чемпионов против Спартака на ноль. Долгожданная его Лига Чемпионов. Он вроде ни разу же, да? Нет, выигрывал вроде. Но он постоянно уходил. То сейчас ПСЖ. То обратно вернулся в Ювентус. Вот. Ну и мы выиграли Лигу Чемпионов. А я... А, вот он я слева, да. Себя не видел. Замечательная фотка. Роналду завоевал первую свою Лигу Чемпионов с Ювентусом. А то постоянно с Реалом завоевывал. Ну вот. Мы в 21 год завоевали нашу первую Лигу Чемпионов. Надеюсь, не последнюю. Мы лучшие игроки матча. 7-5. У меня оценка у Соболева. Вообще-то мы 4,5. Ну все на этом. Последний матч сезона мы отыграли. 2-0 обыграли мы Спартак. Вот. 21 гол. 19 голевых. Немножко мне не хватило, чтобы 20 голевых еще было. Так. Приходит нам сообщение. Мы сегодня в старте. Я так понимаю, это игра сборной. Я ее пропускаю. Мы сыграли в ничью с Уругваем. 6 голов, 3 голевые. 29 матчей мы отыграли. Вот. Отыграли-то мы намного меньше. Ну это не суть. Так. Ну и сейчас с Голландией. И все. Завершим мы сейчас сезон. Так. Меню игрока. Сообщение. Ребята, мне опять предложение из Испании. Теперь уже Атлетика Мадрид. Симеон хочет меня видеть. 16 миллионов предлагает. Но пока что я ничего не буду делать. Я хочу посмотреть на ваши комментарии, что вы напишите. На самом деле я бы хотел... 8.9 рейтинг, кстати, у меня. 7 голов. Значит, я забил сейчас Голландии. Хотел бы я еще бы сезончик поиграть в Ювентусе. Там бы посмотрели. Но мы выиграли Лигу Чемпионов. Теперь надо бы в чемпионате что-то из себя показать. Вот так вот. Сейчас мы также глянем на статистику по сезону. Тоже это интересно. Давайте базу данных открываем сразу. Ну и смотрим. Лигу Чемпионов мы выиграли. Рейтинг голов. Я на первой строчке. Вы видите сейчас. Хоть мы ее и делим в смеси, но я лучший бомбардир. Мы можем сейчас... А, нету, да, такого? Ну ладно. Я лучший бомбардир. Лучший ассистент. 7 голевых передач. 7. Все. А здесь нету, типа, не показывают. К сожалению. Лигу Европы. Надо посмотреть, кто у них выиграл. Бавария, кстати. Так что у нас за Баварией будет финал. Матч за суперкубок. Уэфа. Так. По чемпионату. Вот так вот мы закончили. Лечи, холосферон и специя вылетают. Мы на третьей строчке. Бронзовые медали за нами. Рейтинг голов. 20 мячей Педро забил. Мы на шестой. Делим вместе с иммобили. У нас 12 голов. Голевые передачи. Мы на пятой строчке. 9 голевых. На треть стоим от Брозовича. У него 12. Так. Индивидуальные титулы. Шкринер. Игрок сезона вообще. Педро. Золотая бутса. Брозович. Голевая передача. Лучший. Ну, лидер. И Рипа. Тренер Интера. Все-таки лучше. Вот. Так. Серия БКТ. Это второй. Я так понимаю. Да-да-да. Копа. Италия. Кубок Италии выиграл Милан. Но что-то они в чемпионате провалились. Лучшим стал бомбардиром Фабиан Руиз и Кайседо. По голевым передачам. Мы на седьмой строчке. Две отдали голевые в кубке. Индивидуальные титулы. Эрнандес лучший игрок. Фабиан Руиз. Золотая бутса. Баррелла лучший ассистент. И Кокетти. Кочетти. Наверное, вот так вот. Вот. Ну и сборная турнира. Мы здесь все. Кстати, я еще и в сборную Кубка Италии попал. Мы здесь с Робьё. Тут вот интересно. Спасибо. Неожиданно и приятно. Вот. Ну и все. На этом мы закончили. Давайте посмотрим Англию. Просто так посмотрим для вас. Ливерпуль. Ну, вы видите. Сити. Доттенса. Все такое. Дальше. Франция. ПСЖ. Очень хороший отрыв у них. Так. Чемпионат России. Ну вот. Зенит на вторую строчку, кстати, залетел. Но все равно. ЦСКА. Неплохо все. Погнали. Ну и Спартак. Он на четвертой строчке. Хотя в финале Лиги Чемпионов они поиграли. Так. Испания. Ну здесь Барсов. 20 очков отстало. Ну. Второе все-таки место не забоевали. А мы в Чемпионате Италии заняли третье. Хотя могли бы и перейти. Вот. Здесь Бавария выиграла чемпионат с хорошим таким отрывом. Ну и все. Остальные мне не сильно так интересны. Поэтому переводим время. Ожидаем. Может еще какие-нибудь нам предложения придут. Так. Нам приходит сообщение. Так. Мы получили путевку. Объявлен став на Евро 2020. А у нас сейчас Евро 2024 получается. И что? Мы будем играть или нет? Последний день сезона. Ну это значит уже точно не в этом. Поэтому переводим дальше время. Приходит еще одно сообщение. Так. Мы в International Champions Cup будем участвовать. Это понятно. Далее. Ну это вроде сейчас должно быть последнее. Да? Продвижение так сказать. Все. Я так понимаю. Да. Перейти в следующий сезон. Переходим мы тогда. И на... Все. Вот. Итоги сезона вам показываю. 59 матчей. 21 гол. 19 голевых передач. Все. Ну. По средней оценке можно сказать, что я превзошел средние оценки карьеры своей. Вот такие статы у меня. В конце вам показываю, естественно. Вот. К 24 годам говорят, что у меня рейтинг 94 будет. Примерно. Посмотрим. Ну и вот. Статистика такая вот у нас. Абсолютно все сезоны я превзошел. Полтора сезона в Локомотиве. По голам, естественно, превзошел. По матчам за Зенит целый сезон. Тоже больше на 14 целых отыграл. Ну и голевых тоже очень много отдал. Больше, чем за год в Зените. Короче, у меня голевых. Сейчас смотрите. У меня 19 голевых. Это за 3 сезона я столько отдал. Это вообще супер. Ну и вот. Меняются у нас. Парма, Калери и Беневенту теперь. В серии А. Ну и вот. Сезон 24-25. Вот-вот начнется. И все. Последний день. Что это Левет первый? Да, сейчас первый был день. Написали. У нас сейчас будет Евро. Евро 2020. 20-24 даже так. Так что желаемый номер. Да, я его бы оставил. Вот. Словакия или Словения. Что-то Франция и Швейцария. Вот такие вот у нас матчи. Так что это будет уже в следующем выпуске. Ребят, напоминаю. Проходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok